Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий Андрей Печерин. Аскетические творения преподобного Исаия-отшельника всегда были излюбленным чтением православных монахов. Значительная их часть включена в Эвергетин, а также в Добротолюбие, составленное преподобным Никодимом Святогорцем. Авва Исаия жил в IV-V веках, подвязался в аскетических центрах Египта того времени. Его писания немногочисленны, но при этом они очень емки и содержательны. Учение Авва Исаии вобрало в себя все богатство монашеского опыта современной святомой эпохи. Ценность этого опыта неприходящая. Поэтому многие старцы любили толковать его слова. Одно из таких толкований, которое принадлежит известному святогорскому подвижнику, старцу Эмилиану Симонопетриту, мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Это издание предпринято Александра Невским Новотихвинским монастырем города Екатеринбурга. Вступительное слово к русскому изданию книги написал игумен священной и честной великой обители Ватапет, архимандрит Ефрем. А к греческому изданию известный богослов и патролог, автор многих книг по православной духовности и монашеству, архимандрит Плакидо Дезей. По словам последнего, те, кто жили со старцем Эмилианом, сохранили в своих сердцах память о беседах, в которых старец предлагал свое духовное слово чадом. Старец нередко говорил без подготовки на свои любимые темы или о том, что касалось повседневной жизни монастыря. Но особенно ему нравилось толковать житие какого-нибудь святого, например, преподобного Нила Калабрийского или какое-нибудь святоотеческое творение. Вот так однажды он начал толковать подвижнические слова Авы Исаии. Выбор, по словам архимандрита Плакиды, был особенно хорош, потому что этот текст очень удачно обобщает учения первых египетских монахов IV-V веков, и в нем замечательно отображается духовное предание церкви. Как все великие, современные старцы Святой Горы, старец Эмилиан не учил чему-то своему. Он ничего не придумывал, не вносил новшеств. Единственное, что он делал, это передавал то наследие, которое дошло до нас от первых времен монашества. И тем не менее, в его устах это учение приобретало совершенно новую и исключительную актуальность. Это был не простой пересказ, но выражение того, что пережил и испытал сам старец Эмилиан, вводимый Святым Духом. И поскольку Дух, наставлявший его, был тем же, что некогда вдохновлял Аву Исаию и всех древних отцов, в словах старца и текста IV-V веков обнаруживается полное единство, удивительное согласие. Кем же был Аву Исаия, слова которого в устах старца Эмилиана вновь стали удивительно актуальными? На протяжении первых двух веков монашества это имя носило множество подвижников. История сохранила для нас память о двух из них, которым с достаточным основанием можно было бы приписать авторство этих слов. Один был монахом в пустыне Скита во второй половине IV-V веков, другой сначала также проходил монашескую жизнь в пустыне Скита, а затем затворником в окрестностях Газы и почил около 490 года. Существует также мнение, что подвижнические слова — это труд нескольких людей, в котором можно различить множество дополнений к первоначальному тексту. Однако, как отмечает Архимандрит Плакидо, нам нет нужды вникать в споры о его авторстве для того, чтобы получить пользу от труда, написанного несомненно святым монахом, жившим в Скиту и собравшим наставления наиболее известных старцев пустыни. По мнению старца Эмилиана, слова Авы Исаии, хотя они адресованы его духовным чадом, обращены ко всякой душе, проходящей путь духовной жизни. Для примера давайте вкратце рассмотрим первое слово, которое представляет собой предварительное наставление преподобного отца для желающего следовать по его пути. «Если желаете пребывать со мною, — говорит Ава Исаия, — послушайте ради Бога, сидите каждый в своей келе со страхом Божиим и не пренебрегайте вашим рукоделием по заповеди Божией, не будьте нерадивы к поучению в Слове Божьем и к непрестанной молитве». Итак, первое. «Если желаете пребывать со мною, — вести монашескую жизнь, значит следовать за определенным человеком». Как отмечает старец Эмилиан, смысл жизни монаха, его мировоззрение, желание, трудности, радости — все связано со старцем. Любое событие в его жизни зависит от того, как на него посмотрит и как к нему отнесется старец. Примет он его или отвергнет, улыбнется или нахмурится. Над всем стоит старец, потому что его монах выбрал проводником на своем духовном пути. «Второе. Сидите каждый в келье своей со страхом Божиим. Место борений и закалки сердца, по словам старца Эмилиана, место, которое сдерживает помыслы, страсти и нас самих, которое утесняет, чтобы заставить высоко парить, — это келья. Со страхом Божиим. В этих словах Авва Исаия, конечно, имеет в виду не вложенный в природу человека страх, но добровольный страх любви, благоговейный трепет перед Богом. «И не пренебрегайте рукоделием вашим по заповеди Божией. Не будьте нерадивы к поучению в Слове Божием и к непрестанной молитве». Мы видим, что от низшего Авва переходит к высшему. От работы к поучению и от поучения к молитве, для того чтобы показать прежде всего лествицу духовного восхождения, новоначального монаха, а вместе с тем лествицу ценностей и опыта. Рукоделие, послушание — это самое простое, что может делать всякий человек. Нет человека, который бы не работал, если только он не болен. Послушание для монаха — это средство спасения. В это время он предстоит пред Богом, совершенствуется, сокрушает свою волю. Это также и средство общения с братьями, место диалога. Здесь человек связан с братьями, в особенности, когда послушание требует совместной работы. Ясно, что послушание — это связь и общение с людьми. Не будьте нерадивы к поучению в Слове Божьем и к непрестанной молитве. Хорошо видно, говорит старец Эмилиан, насколько верным путем ведет своих учеников этот человек, который был так прост и так смиренен, что в то же время, как кажется, обладал знанием древней мудрости. Сразу, с самого начала, он делит все наше время на три качественно различных отрезка — послушание, чтение и молитву. У монаха, кроме этих трех занятий, никакого другого делания нет. Итак, труд, чтение и постоянная молитва — это основы монашеского воспитания, которое дает Ава Исаия. Работа представляет нам возможность иметь в жизни некоторое разнообразие и размеренность. Чтение создает определенный настрой, поддерживает наше устремление к Богу, а непрестанная молитва — это непосредственное, объединяющее начало в наших отношениях с Ним. Если мы думаем, заключает старец, что есть другой путь монашества, то мы заблуждаемся. Вот лишь малая часть богатейшего наследия, которое преподал в свое время Ава Исаия. А 14 веков спустя старец Эмилиан постарался, так сказать, воскресить его труд и сделать доступным для людей 21 века. Но возникает вопрос, предназначено ли это учение только для монашествующих? Конечно, старец Эмилиан, как и Ава Исаия, обращался непосредственно к ним. Но духовная жизнь едина. Монахи-мирянин преследуют одну и ту же цель. И средства, которые они должны использовать, одни и те же, только применять их они могут по-разному, соответственно, многообразию жизненных условий. И здесь всегда нужно рассуждение опытного духовного отца, если человек хочет преуспеть и оградить себя от прелести. Эта книга, по словам издателей, во многом уникальная. Это толкование известного святогорского подвижника, старца Эмилиана, на одной из самых глубоких отеческих творений древности. Подвижнические слова Исаии Отшельника. Для современного человека, желающего сквозь толщу времени услышать живой голос древних святых отцов и получить от них необходимые уроки, эта книга станет открытием. Благодаря живому, выразительному языку, неожиданным сравнениям и многочисленным примерами с современной жизнью, древние наставления обретают новое звучание и осмысление. Прочитав эту книгу, новоначальный откроет для себя, что духовная жизнь — это отнюдь не отвлеченные понятия. Человек же, проведший в подвиге годы, подчеркнет новые силы и вдохновения для продолжения своего пути. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok